Девушки отдыхают Девушки отдыхают Однако им не столь трудно работать, как было трудно нам, русским коммунистам В период царизма Когда малейшее движение вперед объявлялось як чайским преступлением Однако русские коммунисты выстояли Не испугались трудностей И добились победы Кем он был тогда для нас? Хозяйственник сталинских времен Борисов Некто вспоминал, как он первый раз докладывал Сталину По окончании Сталин пожал ему руку И тогда Борисов сунул эту руку за обшлак И помчался домой Он ворвался в квартиру Пробежал мимо испуганной жены Подбежал к колыбели сына Вынул руку И простер ее над ним Чтобы его тоже Коснулось сталинское тепло Ну что, неизвестный хозяйственник Вот что пишет гений В дни смерти Сталина Нет слов, чтобы выразить То, что я сейчас чувствую Сталин это свет нашей жизни Теперь его нет Это пишет Королев Который благодаря Сталину Потерял лучшие годы жизни Который познал там все Шарашку, лагеря, пересылку Сталин это свет нашей жизни А вот еще двое 36-й год Террор начался уже И Сталин выступает на съезде комсомола А Чуковский, придя домой Тоже в дневнике записывал Каждый жест его Я воспринимал почти с благоговения Я даже не знал, что способен На такие чувства Сзади Пастернак Шептал восторженные слова Домой мы шли с Пастернаком Упиваясь нашей радостью Упиваясь нашей радостью Это идут две возможные жертвы Что же это было такое Если даже жертвы Даже в дневниках Он выставлял писать о себе Как о земном боге И это ощущение земного бога Было даже у его врагов И каких врагов Черчилль вспоминал Как в дне Ялтинской конференции Когда Сталин входил в зал Они почему-то вставали И при этом держали руки по швам Черчилль решил избежать этого Он решил не вставать И он пишет Сталин вошел И вдруг будто потусторонняя Сила подняла меня И я встал Так что поэт был прав Однажды я шел арбатом Бог ехал в пяти машинах В костюмах цвета машинах Рядом дрожала охрана Было поздно и рано Бог посмотрел жестоко Своим всевидящим оком Все проникающим взглядом Мы все Входили под Богом С Богом Почти что рядом Вся страна Была начинена Его портретами и статуями Какая-то статуя Каких-то фараоновых размеров Стояла на Волгодонском канале И птицы полюбили отдыхать Во время сезонных перелетов На голове этой статуи Так что нетрудно представить Во что она грозила превратиться В великая голова земного Бога Так что люди пропустили ток И он стоял Окруженный ковром Из мертвых птиц И земля, уннавоженная Птичьими трупиками Цвела За мной Бог 1 марта 53 года Вот на этой самой даче Где я сейчас сижу Вот в комнате рядом Много часов Он лежал без помощи Жалкий Подняв руку И тщетно прося Кого-то прийти ему на помощь Много часов Один Так что у него было время вспомнить То, что хорошо знал Ученик духовной семинарии Сосоджу Гашвили Земных богов не бывает И все мы Только в его поле Но и сейчас По прошествии стольких лет Со дня его смерти Сам он Да и поступки его И сама жизнь его Остаются столь же загадочны Как в тот мартовский день Когда он лежал Здесь На этой даче Мы начнем с детства Я хочу, чтобы вы представили Этот городок С деревеньку Густи Куры Это знойное небо Эти холмы С развалинами крепости Эту длинную улицу Которая идет через весь город Которая тогда называлась Царской Ну, которая, естественно, потом будет называться Улицей Сталин И вот там В верхней части города И стоит Эта жалкая лачушка Сапожника Виссариона Впоследствии Стали накроет ее Мраморным павильоном Ну, по образцу амбара Где лежал спаситель Виссариону было 24 года Когда он женился На 16-летней Екатерине Гелад Были очень разные Виссарион был пришелец Когда-то его предки Жили в горном селении И дед его был знаменит Это Заза Джугашвили Который прославился тем Что бунтовал Сечен был Крепости сидел Бежал Опять бунтовал И вот эта будто темная кровь Этого деда Пробудилась В этом Виссарионе Потому что Не было драки Которая он пьяный не участвовал Он и погибнет В пьяной драке Кстати, как и родные браки Она была светленькая В веснушках Глубоко религиозная Вот это мы запомним В первое время Она исправно ему рожает И вот там Под единственной комнаткой Этой лачушки В подвале Стоит деревянная колыбель Где до Сталина Заливались Владенческим криком Два его брата И долго заливались Оба умерли В младенчестве Как будто Природа Противилась Рождению сына Этого Мрачного И пьяного Сапожника Горе был Забавный Обычай В декабре Кузнецы Били всю ночь В наковальне Потому что По легенде Там в горах Высоко В горах Кавказа Был прикован Амиран Это такой Кавказский Прометей Это злой Дух Разрушение Опасный дух И они били Чтобы он Не сошел Скалы Но били Напрасно В декабрьскую ночь Екатерина Рождает Третьего сына Иосифа Ну откройте Все биографии Сталина Все энциклопедии Вы там найдете Эту дату 1879 год Дата Когда он Официально родился Это ложь По горийской Церковной книге Он родился В 1878 году 6 декабря На год и три дня Раньше Своей официальной даты Почему он Изменил Эту дату Об этом Попозже Все его детство Проходит Под аккомпанемент Этого слова Бить Когда сапожник Напивается пьяный Он бьет его мать И она убегает И часто Вместе с младенцем Спасается у соседей Но она становилась Старше Пьяный Сапожник Становился Все слабее И она научилась У нее оказались Крепкие кулаки Она научилась Кулаками Смирять мужа Как и будет Смирять Опасный характер Этого мальчика Тоже Кулаками Так что С раннего детства Насилие Входит В его подсознание Бить В здании Любимым словом Оратора Сталина Бить оппозицию Бить Бить И вот это Бить Видимо Послужило Некоторой Основой легенды Которую вы найдете Во множестве книг Но смысл этой легенды Что Сталин Никогда не звал Свою мать в Москву Никогда не писал Ее письма Объяснение Слова бить Очень простое Сапожник Не мог простить Того что случилось По этой легенде Сталин не был Сыном Этого Пьяного Бесо Или Бессарьона А Сталин Был сыном То Снатного Горийского Купца Якова Игнатошвили То самого Генерала Пржевальского Но Мне пришлось Заниматься Этой легендой Он был сыном Сапожника Бессарьона И правнук Вот того Страшного Заза Джугашвили Ну а насчет Того что Не писал Матери Писем Не писал Очаровательные Маленькие Писем Они остались В его архиве А вот Насчет Того что Не звал В Москву Здесь Интереснее Оказывается Звал Она Не ехала Он поселил Ее Во дворце Великих Князей В Тифлисе Она выбрала Жалкую Комнатку С крохотными Оконцами И какой-то Страшной Будто Пыточной Кроватью И там Жила Будто Замаливала Какой-то Грех Действительно Была Трагедия Их отношения Как я уже Говорил Он был Третий Сын И она Обещала Коля Он будет Жить Посвятить Его Богу И она Обстировала Учителей И работала Только бы он Стал священником Он Замечательно Учился В Борейском Духовном Училище Но Ему было Так трудно Понять То, чему Его учили Его сверстник Довришееве Вспоминает Как бабушка Читала им Евангелие Вот это то место Где после поцелуя Иуда Народ С колями и мечами Забирает Спасителя И он спросил А почему Иисус Не вынул Меч Почему Он не ударил Своих Обидчиков Бабушка Объяснила Но он Решил Исправить Ошибку Спасителя Вокруг Него Уже В это Время Ходят Как Прикованные К нему Самые Сильные Мальчики Вот Один Из документов Рассказывает Забавную Историю И Как-то Сосо Обидели Сказали Что он Прячет В ботинке Дьявольское Копыто Действительно Пальцы На левой Ноге У него Странно Срослись Он Ничего Не Ответил Просто Через Несколько Дней Один Вот Из этих Мальчиков Которые Ходили За ним Будто Привязанные Это Будущий Чемпион Грузии По борьбе Церадзе Просто Зверски Избил Этого Мальчика И в этот Раз Он Все Придумал Все Организовал Сам Не Участвовал Он Боялся Были Разоблачены Биты Но Сосо Не Выдали И На Следующий День Священник Православной Церкви Сказал Нашлись Заблудшие Овцы Которые Совершили Богохульство В Одном Из Домов Бога И Как Пишет Довришеве Вот Этого Маленький Иосиф Или Сосо Как его Называли Понять Не мог Как Это Можно Защищать Людей Иной Верой Революционером Он станет В Тифлистской Духовной Семинарии В Тифлистской Духовной Семинарии Выйдет Много Революционеров Ну Это Понятно Тифлист Был Благодатный Город И Революционером После Ссылок Которым Нельзя Было Жить В обеих Столицах Вот Они Выбирали Тифлист Для Жительства И С ними Часто Встречались Умные Семинарские Мальчики И вот В 10 часов Когда Запирались В ворота Семинарии Они Начинали Читать Книги Что они Читали Ткачевы Читали Ликий Был радикал Правда Кончил В сумасшедшем Доме В Париже За то Что Открыл Мы Все Помним Что Было Хождение В народ Когда Согласно Замечательной Мысли Чернышевского К топору Зовите Русь Пошли В народ Будить Русское Крестьянство Помним Чем Это Кончилось Ничем И Ткачев Открыл Что Оказывается Для Революции Здесь В этой Стране Совсем Не Надобно Народное Восстание Что Чернышевский Прав Это Страна Рабов И Здесь Рабы Снизу Доверху И Поэтому Достаточно Группе Вождей Захватить Власть И Народ Пойдет За Ними Был Удивительный Разговор Между Ткачевым И Революционером Нечаевым Это Прототип Героя Романа Беса Которого Любил Молодой Ленин И даже Называл Титан Один Спрашивает Сколько же Нужно Будет Истребить Людей По пути Вот в это Царство Справедливости Который Замечательно Отвечает Разговор Должен Ити О том Сколько Можно Их Будет Оставить Вот эти Книги Перепахали Душу Молодого Сосо Еще Конечно Катехизис Революционера Сочиненный Нечаевым Удивительное Сочинение С одной Общей Идеей Все Дозволено Если Это Благодар Революции Это Значит Всеми Силами Надо Увеличивать Страдания И беды Народа Потому Что Они Толкают Его К революции Надо Помнить Что Революционер Есть Человек Обреченный И он Может Все Он Может Служить В полиции Если Это Надо Для Революции Еще Там Есть Одна Идея Невероятная Затана Мы Ее Запомним Все Революционеры Делятся на Революционеров Высшего Разряда И других Второго Разряда Революционер Высшего Разряда Должен Смотреть На Иных Революционеров Как На Капитал Отданный В его Полное Распоряжение И Пользоваться Им Так Как Он Хочет По Им Революции И Конечно Марксист Марксист Книги Имели Огромный Семинарий Это Понятно Они Как Совпадали С тем Чему Их Учили Но Это Было Тоже Осуждение Этого Неправедного Богатства Было Тоже Служение Для Угнетенных И Было Тоже Обещание Вот Только Мессия Был Всемирный Пролетариат Очень Было Похоже Правда Отменялся Только Бог Но Взамен Этого Взамен Этого Давалось Право Жить Вмиру Взамен Этого Давалось Кто Был Ничем Тот Станет Всем Взамен Этого Давалось Право Мстить Так Понятно Этим Маленьким Дикарям Сынам Воинственного Южного Народа Так Что Вопрос Маленького Сосо Нового Века Он Становится Революционером Он Напишет Был Вышиблен Из семинария За пропаганду Марксизма Нет Он Чересчур Здесь написал Он поступил Осторожнее Боясь кулаков Своей матери Как написано В документе Отчислен За неявку На экзамен Мать Поспешила Поспешила В Тифлице Но приехала Слишком Поздно Сосо Умер Перед ней Стоял Новый Человек Это был Революционер Коба Коба Это его Первый Революционный Псевдоник Очень интересен Роман Откуда он Его взял Это роман О таком Робин Гуде Разбойнике Который Все отнимает У богатых Все отдает У беду Забавное Название Этого романа Отцы Убийцы И она поняла Он убил себе отца Он изгнал Из души Своя отца Правда Она знала Что когда Из души Изгнан бог Туда Приходит Другой И Остатки Наверное Этой трагедии Забавном Разговоре Который Произошел У нее С сыном Незадолго До ее смерти Она Спросила В одной Из редчайших И свиданий А кем ты теперь Стал Сосо Это было смешно Его портреты Висели Всюду Сказал один Испанский писатель Он не был у меня Только в супе Он сказал С юмором Царя помнишь Вот я теперь Вроде царя Она Сказала Лучше бы ты стал Священником Начиная Рассказ о жизни Молодого Кобы Мы вступаем С вами В полосу Непроницаемого Мрака Я вспоминаю Свой разговор С Еленой Сергеевной Булгаковой Вдовой Нашего Знаменитого Писателя Я был тогда Молодой драматург Естественно Интересовался Пьесой Булгакова Батум Которую запретил Сталин Я спросил Как все это было Она сказала Что ничего Тут особенного Не было Шел 39 год Когда должно Было быть 60-летие Сталина И Московский Художественный Театр Вот к этому Замечательному Юбилею И заказал Миша То бишь Николая Булгакову Пьесу О Сталине У него было свое Отношение К Сталину И он написал Такую романтическую Пьесу О жизни Молодого Революционера Кобы Пьесу Замечательно Приняли В комитете По делам Искусств Это правда Я потом проверял Единогласно Великолепно Вот После чего Там Сталин Ее прочел Ее запретили Она не понравилась Ему Вот и все Но если бы Я не был Советским Драматургом То я бы сказал Действительно Вот и все Но я им был И оттого История Показалась мне Невероятно Странной Ну Представьте себе 1939 год Значит Террор Кабинеты Пустые Вихрь террора Просто опустошил Всю верхушку Каждая Биологическая Ошибка Объявляется Преступлением И люди За это Исчезают Моментально Скажите пожалуйста В чью же Голову Сумасшедшим Могло Прийти Заказать Опальному Драматургу Булгакову У которого Были снятые Пьесы Пьесу Для первого Театра страны Художественного К юбилею Сталина Кто Осмелился бы На этот Безумный Шаг Наверное Никто Кроме Одного Этого Странного Любителя Пьесы Дней Турбиных Которые Он Смотрел Много Раз Я Естественно Говорю Об Осипе Виссарионовиче Сталине Турбиных Турбиных Невероятно Точнее Вероятно Только в одном Случае Это Они Уже Отправили Наверх И оттуда Последовало Высочайшее Одобрение Что же Выходит Пьесу Заказал Сталин Разрешил Сталин Что же Он Ее Запретил И я Спросил Елену Сергеевну А Когда Приняли Эту Пьесу Так Триумфально В Комитете По делам Искусства Она Сказала В июле А Когда Ее Запретили Сказала В августе Она Была Великая Женщина Она Поняла То Что Я Хочу Спросить И Спросил А Что Что Было Между Этими Событиями Она Сказала Между Этими Событиями Была Поездка В Грузию В том Что Миша Писал Пьесу Без Документов Когда Он Спросил Ему Сказали Что Документов В том Чем Нет И Мы Поехали В Грузию Миша Миша Мечтал Поработать В архивах И Встретиться С теми Немногочисленными Людьми Которые Знали Кобу Ну По дороге Нас догнала Телеграмма Возвращаться Обратно Потому Что Наверху Прочли Пьесу И Сталин Сказал Зачем Писать О молодом Сталине Потому Что Все Молодые Люди Одинаковые И Вообще Сказали Что Не Надо Вкладывать Ему Придуманные Слова В Это Время Выходило Много Произведений О молодом Сталине Вот Своих Книг Я Привожу Список Ему Вкладывали Придуманные Слова Только Писали Так же Эти Произведения Как писал До этого Булгаков То есть Без архивов Бина Вся Булгакова Была В том Что он Осмелился Поехать На место Действия Осмелился Попытаться Поработать В архивах Приподнять Завесу Вот это Я отчетливо Понял Когда Начал Заниматься Архивом Товстухи Товстуха Это был Личный Секретарь Сталин По Семьетельству Он был Практически Руководитель Парт-архива Вот Товстуха Задумал К 50-летию Написать Биографию Сталина Поэтому Со всех мест Начали В Москву Забирать Документы О жизни Революционера Куб Результатом Работы Товстухи Была Ублюдочная Маленькая Краткая Биография Сталина Его только Тогда поняли Что Товстуха Не собирал Документы Товстуха Изымал Документы И вот Остатки Этого Я нашел В его архиве Ну в частности Ярославский Проверенный Ярославский Историк Наш Партийный Пишет Решил Написать Биографию Сталина И просит Прислать ему Документы Товстуха Пишет Что Идея Ему Кажется Неправильной Потому что Документов Как говорится Кот Наплакал Источники Крайне скудные Ярославский Понял Написал Ту Самую Биографию Сталина Которая была До него Без документов Что Ярославский Горький Пишет И Товстуха Отвечает На это письмо Материалы Как я и предупреждал Крайне скудны Простите Что отвечаю Вам С опозданием Я думаю Горький понял Что с опозданием Отвечать Великому Пролетарскому Писателю Который Решил Написать Такую Биографию Можно только В одном Случае И о чем Предупреждает Это вот Товстух Он понял Он отказался Он не написал Знаете Вот когда я думаю Почему став Генеральным секретарем Он изменил Дату своего рождения Почему К примеру Он будет В разных биографиях Менять Количество побегов Количество ссылок Неужели По той же причине Все Будто пытаясь Запутать Тех Кто Попытается Войти В мир Кобы Так что же Было такое В географии Кобы Что так Пугало Сталина Революционер Коба Начинает Замечать Две Кровавых Демонстрации Потрясли Сначала Тифлис Потом Батум Эти Дехкомысленные Южные города Так Непривычные Крови И за всеми Этими Демонстрациями Стоял Вот этот Маленький Тщедушный Человек Со лбом Будто Съеденным Полосами В революцию 905 года Как скажет Троцкий Он потерялся Он отошел В тень Это было время Оратора Отошел в тень Поняли С этого Времени Ленин Начинает Звать Его На все Съезды Будет На Тамерфорской Конференции Где Впервые Увидят Ленина Он Будет И на Стокгольмском Съезде Он Будет И на Лондонском Съезде А вот После Лондонского Съезда Этот Коба Поедет Берлин Где У него Будет Сепаратная Такая Встреча С Лениным Об этой встрече Он расскажет Потом Немецкому Писателю Миле Людвигу Правда Он не Расскажет То О чем Они Говорили На этой Встрече Впрочем Вскоре Это будет Ясно На Ереванскую Площадь В Тифлисе Выехало Два Экипажа В сопровождении Полицейских И казаков Это Везли Деньги Из Государственного Банка А Навстречу Этим Экипажам Начали Двигаться Два Фаэтона Откуда В экипаже Полетели Бомбы И будто Из-под земли Возникла Банда Человек В 50 Боевиков Они бросились На экипаж В этом Угарном Дыму В этом Чеду Казна Была Похищена И буквально Через несколько Секунд Нападавшие Исчезли А на площади Валялись Только Раненые Прохожие Мертвых Казаков Да полицейские Участие Кобы В этой Кровавой Экспроприации Считалось В партийных Кругах Несомненно Это написал Троцкий Ну и действительно Так оно и было А другой Знакомец Кобы Напишет Об участии Кобы И в убийстве Диктатора Грузии Грязнова И в экспроприации На пароходе Николая I Российская Социал-демократическая Рабочая партия Отнюдь не чуждалась Террора Еще молодой Ленин В революции 905 года Призывал Учите Боевиков На Убийствах Полицейских Там Целая программа Террора Но С гибелью Революции Пятого года Вот эти Боевые дружины Они постепенно Вырождались Банды грабителей Которые Деньги Тратили На Кокаин На Женщин И оттого На лондонском съезде По требованию Меньшевиков Экспроприация И сама Деятельность Боевых дружин Были запрещены Несмотря на Яростное сопротивление Ленина Яростное сопротивление Здесь он был В общем-то Со своей точки зрения Прав Дело в том Что деньги В партийную Кассу Они поступали От радикальной Интеллигенции От богатых Купцов А они В эту страшную Революцию Пятого года Впервые Заглянули В лицо Вот этого Русского Беспощадного Бунта И оттого Средства Перестали поступать В партийную Кассу Так что Ленин Не мог Выполнить Решение Партии И оттого Внутри Этой Таинственной Партии Которую Осип Виссарионович Впоследствии Справедливо Назвал Орден Меченосцев Ленин Создал Некую Тройку Которую Троцкий Называл Криминальным Крылом Внутри Партии В эту тройку Входил сам Ленин Богданов И Красин Красин это был Инженер Это был инженер Помешанный на терроризме Мечтал создать Бомбу Величиной Сорех Когда Ленин Решил Привлечь К бомбовой Работе Кобу Ну это Наверное Останется Тайной Так же Как Когда он Решил Создать Этот Замечательный Альянс Соединить Кобу С другой Легендарной В партии Личности С Комо Этим Символом Террориста Этим Удалым Экспроприатором Мало Кто Знал Об их Общей Биографии Дело В том Что Симон Тер Петросян Таковое Настоящее Имя Кому Он Жил В том же Горе Где И Жил Наш Герой И Лачушка Сапожника Бесо Бесарьона Стояла Совсем Недалеко От Дома Богатого Купца Тер Петросяна И Как Опишет Впоследствии Сестра Камо Молодой Симон Он ходил За Кобой Как околдованный И отец Все кричал Что вы нашли В этом Босике Нашли Да и Сама Кличка Камо Это же Есть Плод Шутки Кобы Довольно Злой Шутки Как-то Он попросил Камо Отнести Пакет А тот Спросил Камо Отнести Камо Камо Сам Ты Камо Сказал Коба Я не знаю Что сделал бы Камо С другим Но от Кобы Стерпел Более того Коба Сделал Эту свою Язвительную Шутку Вот этим Легендарным Именем Псевдонимом Партийным Терпетросяна Псевдонимом Который остался В истории Этой партии Впоследствии Став Вождем Партии Василий Виссарионович Естественно С большой Опаской Стал Относиться К деятельности Удалого Террориста Кобы Тем более Что эта деятельность Попросту Была Запрещена Партией Так что Негоже Было Заниматься Ею Вождем И Многие Его сподвижники Отправятся В небытие Впоследствии В партийных Чистках Но первым Открыл шествие Да Его ближайший Друг По тем Временам Удалой Кому Именно Тогда Когда Коба Стал Генеральным Секретарем Партии В 22 Году Столь редкий В Тифлисе Автомобиль Наехал На Кому И тот Не приходя В сознание Умер Замечательную Речь Держал На похоронах Несчастного Кому Маме Архилешвили Он сказал Какая Насмешка Судьбы Именно В то время Когда мы Заставили Кому Сесть За воспоминания Когда мы Даже прислали К Тимуз Динографистку Он погиб Насмешка Судьбы Или печальная Усмешка Его друга Кобы Который Распорядился Естественно Во имя Партийных Интересов Жизнь Революционера Который Уже стал Революционером Второго Разряда Но вернемся В прошлое Именно Тогда Вокруг Этого Удалого Террориста Вокруг Этого Замечательного Революционера Начинаются Эти слухи Слухи Самые Постыдные Для Революционера Что Удалой Коба Попросту Говоря Агент Провокатор Царской Полиции Так Что же Было За этими Слухами Редактор субтитров Корректор А.Егорова